привет народ ну что вот как я обещал мы выходим на воду и все начинается с того что мы вытаскиваем головастика из гаража давайте посмотрим что из этого получится ух ребят жду не дождусь уже когда же все-таки сбросим лодку потому что ну что конец июля а мы еще на воде не были погода вот только 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 более-менее налаживается я думаю сегодня мы половим судачков сейчас мишка к нам приедет и будет у нас рыбалка будет какое-то приключение вы наверно уже все соскучились по рыбалке ну как говорится вы просите мы делаем по быстренько заправим 395 5 взяли мы 295 как бы нам хватит просто на на это на этот выезд у нас планируется две ночи где-то ну хватит за глаза будем ходить все на троллинговом моторе в основном еще топлива и останется вот и первая остановка дпс достанем документы какие né да да грн да Маленький, как докатка, троллить, да докатка. А тут что, нельзя троллить? Можно, просто ресурс зачем его убивать. Он скорость достаточно высокую дает на хвосте. Тормозить надо чем-то. А клевает? Первый раз вообще еду, погода такая. Кто-то там отдыхает, вроде поклевает. Только сезон начинаю. Да, ребят, вот такая вот у нас ситуация случилась. Короче, сбрасывали тут, видимо, большую лодку и КАМАЗом пропахали колею. Сдавал назад и в нее как раз провалился. В эту колею. Якорь бы в одно место этому КАМАЗу. Вот, это жопа, еще и дождь идет. Бляха, муха, а! Ну, как так-то? Сел осями на землю плотно. Сейчас его фиг чем выдернет, что-то. Под колесами трава. Пуджик на всех блокировках, на всей фигне. Просто вырыл луночки и все. Что, ребят, попробовали двумя машинами. Но пикап, он что, он не тянет нифига, он жопа легкая. Скакать просто начинает и все. У нас событие, Мишка сдал теорию на категорию БЕ. Едет сюда. И сейчас как раз все это дело сможет отметить. Вот такой, ребята, у нас тут секас. Двумя домкратами подняли. Третий есть еще. Сейчас сделали такую вагу. Мишка приехал. Сейчас будем тремя машинами дергать всю эту конструкцию. Глядел, три пикапа будут одну лодку из ямы вынимать сейчас. Два. Два. Ну, толку от ваших пикапов. Они как козлы прыгают, только тянуть не могут. Не надо. За дело взялся, Мишка. Все, теперь все пойдет. Сейчас все пойдет, да. Главное, чтобы не под откос. Мишка просто хочет отмечать сдавание своего экзамена. Да, ребят, приближается тот момент, когда Герасим Васильевич в поездках будет спать большую часть времени. Я теперь Мишку буду жестко эксплуатировать. Я вообще застал. Мы ему будем давать медаль как сутки. Как полторы сутки. Может быть даже дважды как сутки будет у него медаль. Ага, тогда уже медаль это орден стеклянного глаза. Да, да, да. Вместе с медалью дважды как сутки прилагается. Давайте еще раз. Ура, мы сделали это. Да, ребят, было непросто, я вам скажу. Два часа копались тут, вон, все поизрыли. Вот такой дровяник тут зарыли. Капец, конечно. Сейчас будем сбрасываться. Ну, подмышку показывай, где она у тебя там потела. Что, подмышка? Давай лучше бицуху покажи. Ну-ка, покажи бицуху. Пока открываемся. Наверное, это будет единственный, ребят, выход на головастики. Потому что, ну, куда такой слип? Его просто ушатали камазами, ушатали большой техникой. Сбрасывали здесь какие-то здоровые лодки. И после себя ничего не восстановили. Никак нам не давалось сегодня на воду сброситься. Да, аж прям вообще все желание отбило. Слип разбит в хлам. Я там спустить-то спустил еще, Катя, а поднять мы его там не поднимем. Рыбаков много, лодок нет. Сегодня, в принципе, что, вторник. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там со слипом происходит в белом городке. Если что, будем там подниматься. Потому что, ну, тут нереально. Не, в общем, реально, краном подгоняем, кран поднимаем. Куплю моторную лодку И буду девок катать По вечерам глушить в воду И всех вокруг целовать Куплю моторную лодку И буду девок катать По вечерам глушить в воду И всех вокруг целовать Куплю моторную лодку И буду девок катать По вечерам глушить в воду И всех вокруг целовать Ребята, жизнь налаживается Бутеры едим Сил нету, ничего готовить Хотя продуктов валов Будем еще кулинарить Будем вам показывать Так что смотрите, не переключайтесь У нас был очень гадский такой вкус На воду Да, с 12 до 5 часов Мишка на корабле Сам рулит Сидит Пьет чай Надел капитанскую кепку И важным видом Говорит кому что делать Я тут полы дравлю Не верите? Вон ведро мое А он тут рулит Все у кошки творог 11 литров уже за сходу Ребята, мы трогать начинаем Наконец-то Да, ребят У нас первая рыбалка в этом сезоне На троллинг Итак, пошли три цвета Первый у нас сиреневый Вот, видишь Сейчас передача отключалась Так, ребятки Мы Меняли машинки управления Я, кстати, вам не показывал Не знаю, рассказывал, не рассказывал У нас вот такое вот Электронное управление стоит Сервомашинки, сервопривода Вот здесь блок Ардуино мы сделали Для того, чтобы Не этой громоздкой машинкой Ямаховской управлять А у нас вот такое вот управление сделано Цифровое На моторе Вот, это у нас получается Мишань, там можно крутить ручку, нет? Попробуй Ходит? Да Вот, у нас сделано вот такое управление Передний ход газ Нейтраль Задний ход И газ опять вот Это трим Вверх-вниз Это стоп Это старт Подсос Ну и зажигание Для мотора Вот такая вот у нас получилась машинка А не такая здоровая Нам просто здоровую сюда, ребят, ставить некуда было Поэтому сделали вот так вот Но это тоже у нас был такой Скоростной, быстрый вариант А бы поплыть И как бы нет ничего более постоянного, чем временно Вот эта времянка, она как-то прижилась, так и стоит Это мешка особо не парился У нас оставался тик Немножко Вот он из тика быстренько сконстролябил Вот такой вот корпус Для нашей машинки Давайте попробуем, стартанем Ну все Все нормально, все работает Так, рыбалка идет полным ходом Полным-при-при-полным Садок у нас пока пустой Это грустно А рыбой весело Да, рыбой весело Но мы вот только-только, ребят, выходим на ямы Где уже ловится судак на троллинг Вот видите точки Вот эти крестики Рыбки там стоят Вот здесь давайте покажу Вот тут, тут, тут Это вот везде, где были поклевки у меня Тык-тык-тык-тык Я вот их отмечаю Вот так вот целая дорога Целый путь получается Вот здесь путь Потом разворачиваешься И идешь обратно Вот Потом дальше там есть еще Вот так вот Сегодня у нас ленивая рыбалка Троллинговая Если поймаем судачка, то его приготовим сегодня Свеженького Потому что домой сегодняшнюю везти смысла нету Не сохранится Плюнула нам пока-пока мурка Да, мурка у нас вообще умничка Ребятки, скоро у нас будут такие мурки Муркины детки И муркины Эти, старшие детки Младшие будут такие у нас Продаваться Можно будет такую мурку заказать себе Я вообще сыну заказал Вообще всех рыб Возможных таких Вот он у меня теперь знает всех рыб Видите, она фотографичная То есть там есть и хариусы, и жерихи, и лещи И окуни Что там еще есть выше? Линь А, линь есть еще, да Разный, карась есть Окунь Да, вся рыба То есть, чтобы дети могли Но это очень удобно еще и спать Это подушки офигенные Подушки-релаксушки Я вездеходе с ней сплю Всегда И с собой вот беру В походы Это единственная дама С которой я жене изменяю Ну, хотя бы, по крайней мере Грею себе По началу Так, ну что, ребят Мы подходим Вон Мишка Снимает Опа А у меня ударчик был Мишка снимал цаплю Полетела она Ну что, ребят Вот мы на месте Вот такой вот Мы стали На ночевку Да, здесь место такое Там вот пляжик Где мы отдыхаем частенько с семьей Вот Закат шикарный Ребят Многие нас спрашивали Чем вы спасаетесь от комаров Почему они нас не едят Да, почему они нас не едят Я вот лично пользуюсь Вот такой штукой Мишка тоже такой же штукой пользует Я тоже лично пользуюсь Такой штукой Это фумигатор Термоцелл Фумигатор, работающий на газу Вот здесь вставляется газовый баллончик Сюда вставляется пластина Пластина специально своя фирменная идет И хватает пластина на 4 часа Баллончика на 12 То есть идет комплект Один баллон, 4 пластины Ну, комары вот с таким комплектом Точно не кусают Машка В принципе докучает Вот его включаешь Огонек загорелся, видите Братья наши мелкие совсем Да, комары вот как раз появились Сейчас тем более свет зажгем Будем что-то готовить Еще что-то делать Тут добра появится немало Вот такие пластинки В принципе Можно взять пластину От обычного там фумигатора Которую вы используете дома Но в таком случае На улице Вряд ли она будет работать Но и достаточно слабенько По сравнению с фирменной пластиной Достаточно слабенько все работает Мы пробовали это Делать в Архангельской области Об этом еще будет видео А в сочетании Вот такой пластины Фирменной Есть еще вот такое вот масло Тоже делает компания Кермоцел Это натуральная защита От мошки и комаров 100% эфирное масло Из листьев гвоздики 5 мл Стоит где-то 150 рублей Хватает достаточно надолго Очень вонючая Гвоздика прям люто пахнет Мы терпим комары Да И вот в комбинации С оригинальной пластиной Когда капаешь еще и масло Сюда вот так вот раз Прямо на эту же пластину Пару капель Все Достаточно Еще и мошка уходит То есть мошки Становится гораздо меньше Но это будет все В архангельских сериях Из Архангельской области Тут у нас мошки нету Поэтому мы вам показать Не сможем просто-напросто Сейчас вы скажете Да, где-то около Там Комплект из 4 баллончиков И 24 пластин Стоит около Там Полутора тысяч Или двух тысяч Сейчас вы скажете Это дорого Нафиг надо Ребят Для бюджетной версии Главное вот такая вот штука Вы купите вот такую штуку Если вам терпимо Использовать какие-то Там Только капли допустим Ну они тоже От комара спасают Достаточно Эффективно На открытом воздухе нет А вот в закрытых пространствах Каких-то вот В катер там еще что-то Просто пластину использовать нельзя Она вредна для здоровья А вот масло гвоздики Вот видите Еще не прогрелось ничего И меня комарики кусают Мы вам покажем Как перезаряжать этот баллон Мы допустим Их можем заряжать Вот с таким переходничком Мы их заряжаем От 200 граммовых баллонов Которые мы используем В плитку Вот для плиток Идут баллончики Обыкновенные Которые у нас всегда С собой есть Мы их можем перезаряжать И хоть Круглосуточно Ими пользоваться То есть он у нас может греть Еще знаете как его используют В палатках В спальных мешках Спит там Берут его без пластинки Просто с собой В спальню мешок С пятого Как грелочка Как грелочка Да работает всю ночь 12 часов он вас греет То есть нагревает Объем у вас в спальнике Очень удобно В общем мы покажем видео Как перезаряжать Отдельное видео сделаем Как перезаряжать эти баллоны Вот посмотрите Вот пошел дымок На вот пошел дымок Все Он в принципе начал работать Сейчас комары все разбегутся И мы сможем спокойно сидеть Общаться Не первый год я его использую Уже это года три наверное Вот как они только появились Вот так и начал использовать Первый раз меня конечно удивило Это когда мы были на реке Дубна Я еще тогда подводной охотой занимался И надо было переодеваться Ребят вечер Просто тучи комара Я думаю как переодеваться Вообще непонятно Вот включили эту штуку Первый раз пробовали И образовался вокруг тебя Как будто кокон такой На 2-3 метра Много же кто висмот Помнишь там Логические круги Приятного комара в этом коконе нету Вот я зашел просто Разделся Облился Намылился спокойно И переоделся Все после этого Какое было гудение вокруг Для себя сделали Вывод что лучше Лучше вот этого ничего нету Можно конечно мазаться Прочее Но вот я как-то Рафтимид кстати Хорошее средство Тем кто хочет мазаться И я рафтимидом Помазался там Раз нет нет Бывает потный Мокрый Там глаза Тиранешь И все Начинается Трешь глаза И все Зараза Это попадает Тут ничего У нас Вот он на разгрузке На копе Везде Вот с собой На разгрузке Раз висит Либо вы его в карман Сунули Вот допустим Даже вот так Достаточно в кармане Он у вас Чтобы с кармана Просто торчал На плечный Обычный карман Но чем ниже он висит У вас Тем лучше Чтобы у вас Дым обволакивал И в сапог его сунули То есть еще и ногу Греть будет У нас он обычно В разгрузке лежит Да У нас в разгрузке лежит Так что вот такая вот Штука Как бы мы советуем То чем пользуемся Сами Значит На сайте Термоцелл.ру Ссылочка в описании Можно приобрести его Со скидочкой в 5% На Сам Термоцелл Прибор И на Все расходники Ссылка в описании Ну и естественно Приобретая такие товары Вы помогаете В развитии канала Потому что это Скажем да Честно Это реклама Но реклама Которую не стыдно говорить Которую мы Всегда проверяем сами Потому что нам Дорого Ваше Доверие Ну что ж Все С этим мы закончили Видите Дымит Комаров нету Вообще приятно Ну действительно Просто приятно С этим мы закончили Сейчас будем думать Чего попожрать Мы перейдем В приятной части Нашего путешествия Видите у нас В фольге ничего нету У нас ножи В фольге Завем Это вините Давайте начнем А вот так вот жизнь Приплет Вот так вот Знаешь Зажигалку Пару капель Сокапнул Ну да Зажигалку Греешь Можно топор Нагреть На топор положить На кувалду Не Их просто же Просто берут Пластинку Поджигают Вот она загорается Потом Гасят И она тлеет Все Да Она тлеет Потихоньку Ну она не так работает Она горит Именно Вот раптор Обычные Пластинки Нет Я к тому говорю Что она выработалась Не накапывала Как гвоздики И снова заснул Ну так я так и делаю Вот она Вот это вот У нас сейчас будет Пластинка Вот она уже Израсходована Она будет использоваться Внутри В катере Когда чтобы Она не убивает комаров Она их заставляет Вообще всех затихнуть Там забиться Короче народ У них аппетит пропадает Вообще На всю ночь пропадает аппетит И вот гвоздики Там пару капель капнули Именно внутри На выгорающей пластине Выгоревшей Уже не работающей Потому что Вот оригинальная пластинка Когда она новая Голова начинает болеть Она чисто для открытого пространства Ну разработана И на нем Отлично работает Вот можно заменить Или пластинок Можно вот купить Такое масло Именно гвоздичное Оно тоже хорошо Отгоняет комаров И пользоваться им Перезаряжая эти баллоны У кого позволяют Возможности средства Тут фишка в чем Пластинки оригинальные Можно купить Только с баллонами То есть вот этот Производитель этих Фумигаторов Сделал так Что да ребята Вы можете перезаряжать Баллоны Но пластинки Вы все равно Только с баллонами Можете купить Отдельно пластинки Не купить А другие пластинки Все это уже Проверено Не единожды Другие пластинки Работают Гораздо Гораздо Это хуже Можно сделать переходничок Для зарядки От баллончиков От зажигалки Либо от 200 граммовых Туристических баллонов Как заправлять И 12 часов Фумигатора Вам обеспечено Без какого-то Электропитания Вот видите Как он Дымит Все будет работать В общем Все на борьбу с комарами Да А если мы их купим много И включим все Одновременно То все комары Вообще сдохнут Или улетят Мы тогда пищевую цепь Разрулить Нельзя Сформигатор выключали Вот сейчас включили Он Начнет Дымить Знаете сколько комаров Посмотрите Это не работает Он сейчас Сейчас покажем Когда Он не работает Да Короче Только этим И спасаемся Мишка Нежданный Негаданно Разбогатил И взял меня на работу Я теперь Занимаюсь Мойкой картошки Вот это Анекдот Михаил Мана Юрьевич Картошку она Помыла Дай проверю Помыла Белоручка Плохо помыла Смотри Грязь Я тебе сейчас Дам белоручку Я тебе сейчас Иди Еще Белогвардийку Сделал Мало мне Две картошки Задымим Все Комаров Уже нет Вот Он летает Один Что-то Раз Понюхал И улетел Для крепления Гриля На катере Я использую Крепление Рам Это Американская фирма Такие Шары На них же Ставим Крепление Для удочек Там Короче Для этих креплений Очень много всего Продается Прилетели комары И мы с ними Отважно сражаемся Они вот летают Летают На кусат Не кусаются Включили Аммигатор Как и обычно В принципе Короче Аппетит у них Отбивается Сразу Что вы просили Мы вам рассказали Такая у нас Красота Приготовилась Уже почти Что Ну По грилю Традиционно Скажу Ребята Кому надо Грилем Три года Пользуемся Уже Не нарадуемся Кому надо Ссылочка В описании Будет скидка По промокоду Герасимшерп Называйте Код Герасимшерп Вам дают Скидку Так Ребята Готов У нас Картофан Сейчас Вот эти Чудо Две Котлетки Поджарятся Мы Поужинаем И пойдем Травить Байки В каюту Для Прозавтрочных Судаков Да Красота Красота Ребята Дольше Ничего Поделать Не можешь На Не может Быть Да Это же Котлета Как Лето Самоделишное Даже Комары У нас Термоцелом Питаются Вон Какая Дымильня У Мишки Тут Мощная Комары Разлетелись Не вижу Повода Не отметить Наше Водное Путешествие Первое Водное Путешествие В этом Году Кружечка Хорошего Чая Правильно Ребята Чай Нас Что-то Делать Дети Смотрим Пирожо Сказал Да Что Вы Чай Дети Размотрим Ваше здоровье Горячий Просто Очень Кипяток Без сахара Без сахара Без сахара В следующий раз Другую заварку Возьмем Антюк Отлетки Мы Побывали В шкуре Джиперов Которые Постоянно Домкратят Подкладывают Проезжают Два метра Опять Домкратят Подкладывают И опять Два метра Проезжают Я теперь понимаю Зачем Хайджек Он лучше Чем Быстро Поднимает И высоко Сейчас на воде Полетела красная ракета Никогда так не делайте Хотите побаловаться Пускайте зеленую Желтую Красную Не надо пускать Это сигнал бедствия Кого-то может сбить С толку Кто-то поедет Спасать Проверять Еще что-то Вот этим баловаться Нельзя Вот так конечно Иногда хочется Там У нас тоже Ракетница Есть Можем тоже Пульнуть Кстати А почему нет Мишень Мы сейчас поужинаем И торжественно А почему У нас ужин будет С салютом Правильно Ребята Вы готовы Салют Поехали Ну вот А вторая ракета Просто улетела Осечка Вышла Да Ребята Вон смотрите Какое у меня лежбище Получилось Котика морского Котика морского Мурка Вон со мной Тут Спать ложится Кстати Аккумуляторы Шерп Мы сейчас Поставили На катер То есть Они у нас На быстросъемах Все стоят С катера ушли Раз Аккумуляторы Поснимали И все Переставили На вездеход И пользуемся На вездеходе Потом Раз Поставили На катер И опять Пользуемся На катере Вот такое Удобство Вот сейчас 13 вольт У нас Бортовой сети Редкие кадры Бермудский Сумчатый Медведь Тряпочный Редкий вид Редкий вид Тряпочный Не Гималайский Ведмедь Ну что народ Все Настало время Закрыть глаза И подмерное Покачивание Нашего Судна Захрапеть Люто Так Чтобы Мишка Уснуть Не смог Хе-хе-хе-хе Нам будет Музыкальный Крап Да Храповая Дуэль Батл Будет Храпобатл Храпобатл Видели Там Это Тибетский Тряпочный Медведь Косолапый Конфет Обожрался Знаете Как Прикольно Ребят Берешь Вот Так Конфетку Вот Конфетка Мишка Косолапый Называется Так Вот В эту На ру Кидаешь Куда попал Завтра Увидишь Зарылся В тряпке Дышит Дышит Себе В этот Спальный Мешок Дышит Дебаста Не работает Приходится В мешок А что Ее Включать У нас 21 градус Внутри Не надо Ничего Включать Скажем Всем Давай Уже Спи Все Ребятки Давайте Спокойной Ночи Будем Отдыхать Потому что Рубает Вообще Конкретно А завтра Вставать Пораньше А надо Выспаться Спасибо Спасибо Что Ты Досмотрел Наше Видео До Конца Если Понравилось Ставь Лайк Также Мы хотели Будь Тебе Порекомендовать Следующие Ролики Вот Это Для Тебя Подобрал YouTube Вот Это Наш Самый Последний Новый Ролик И Вот Это Мы Рекомендовали Тебе Посмотреть Сами Если Ты Еще Не Подписан Обязательно Подпишись Вот Здесь Нажми На Кружок Спасибо Пока